Молодые люди, добрый день. Меня зовут Эрик Сукашоков и сегодня со мной, да, это не игроком бит, но это самый сильный менеджер, которого я видел. Спасибо. Ты же самый большой. Не знаю, наверное. Я не верился ни с кем. Это менеджер команды Гамбит, он живет с ними на буткемпе. Поэтому сейчас я думаю, что мы сможем провести большую экскурсию. Я, честно, очень давно это хотел и очень повезло, что реально с вами, потому что вы сейчас топ-1 мира, выиграли позавчера Na'Vi. Стараемся. Стараемся. Отлично. Поэтому посмотрим, чем питаются чемпионы, как живут чемпионы и как они спят, и что они употребляют, чтобы выигрывать. Согласен? Абсолютно. В каждой строчке. Ну все. Пойдем смотреть, что тут творится. Так, это у нас дом. Да, у нас, в общем, на самом деле два дома. Вот они смежные, один и второй. Мы специально это делаем для того, что у нас не один состав в Гамбите. Этот дом непосредственно всегда предназначен для CSGO состава, потому что здесь пинг всегда немного ниже, чем другой. У нас и там, и тут интернет, соответственно, и МГТС наш. Но говорю, кейсеры отсюда никогда не выезжают, потому что здесь техника как-то чуть лучше раздаёт. Инпут-лага нет. Здесь нас встречает столовая и большая кухня. И встречает наш повар. НПС. НПС, Дима. Слушай, можешь что-то на сковородке выкидывать, постоянно выкидывать. Ну нет, просто что-нибудь поделаешь, что типа... Ну ты как бот в игре. НПС. Да, НПС. Да, у нас, в общем, из стаффа на ботхэмпе всегда есть повар и всегда есть уборщица. Ну, соответственно, уборщица, понятное дело, что нужно. Просто парни, так как здесь находятся в основном, ну, понятное дело, 24 на 7, но и очень много времени в году, как бы уборка нужна постоянно. То есть у нас здесь не приходит кто-то, а именно живёт уборщица. То же самое и с поваром. Он у нас только один раз в неделю отдыхает, но готовит всегда вот как бы по заявкам. Он плюс закупает всю еду. То есть у ребят не болит голова вообще никогда ни о чём. Ещё обрываются ко мне в комнату обычно. И просят кушать? Не, и просят сидят. После жраков вот этим. Интрос, Нафаня и Швира. Они могут прийти и сидеть часа два. Рассказывать, как играли. Ты заменяешь психолога? Так, ну здесь у нас что получается? Ну, это самый большой холодильник пока, который я видел. Фруктовняния, Кока-Кола, молоко, KFC. Так, ну и давайте в морозилку посмотрим. О, пельмени. Каждые два дня закупается. Просто чтобы вы понимали, насколько быстро уходит еда. То есть за счёт того, что как бы готовится всё из нормальных продуктов, мясо, овощи, фрукты и всё остальное, то берём раз в два дня закупается. Чтобы поймать холодильник полный реально, то надо прям непосредственно после магазина приехать. А кто больше всего кушает? Могу сказать, что меньше всего кушает. Это сыро. А больше на всех? Да нет, всё остальное так. Одинаково идёт. Нету таких, что прям белый, ест, ест, ест. Окей, трёхэтажный дом. Да. Давай посмотрим, что на других этажах. Пойдём. Пойдём. Прошу. Второй этаж. Здесь нас встречают уже спальни. Первая спальня. Какого это игрока? Это Серёга Акси. Серёга Акси. Да, не самое, наверное, лучшее, что можно показать. Серьёзно? Нет, тут такой бардак. Ну, просто это же ребята. Да, да. Какой с них потребует порядок? У них игра должна быть в голове. Конечно. Здесь Тимоха спит. Ну, вот, видишь, у него... Так, у него получше. В смысле получше? У него просто всё в куте. Да, не, у него... Нет, это симпатичнее. А, ты имеешь в виду про спальню? Не, не про спальню, а тут только этот мусор. Но это не мусор, это вещи. Не, это более-менее. У него своя, кстати, ванная его единственная. Ну, как ванная. А как выбирали? Не совсем ванная. Это... Это просто лакшери. В них джакузи. Мы эту комнату называем царская. А как вы выбирали? Почему у него сама лучшая комната? Нет, ну, они свечиваются. Типа, когда-то кто-то спит здесь, он переходит в другую, когда-то вон сюда ложится, кто-то переходит в другую. То есть, постоянно. Единственное, что вот закреплено, это вот комната Серёги и Абая. Абая один всегда спит, потому что у него там, типа, семья, он там постоянно общается, то же самое. Серёга, у него просто единственная кровать, на которой у него не болит спина. Последняя спальня, это вот Нафаня с Димой. А, нет, вот это топ-1 пока что по... По частоте. По частоте. Ну, антирекорд. Ну да, Нафанька он такой, любит мусор, как бы оставлять в себе. Сколько квадратов в доме? 450. 450? Ну, это один из, как бы, главных характеров. Говорю, последняя комната здесь на этаже, но здесь очень жарко. Это моя обитель, да. Это очень круто выглядит. Вот, здесь, получается, все комплекты форм. Я не понял. Это нам. Ребят, вы за гамбит играете. Здесь даже такой есть. Это что такое? Мы объясняем. Заказы, делали большой заказ на фофраге. И нам просто положили в подарки, типа, там было еще два ножа. Я ножи подарил детям, там, своим знакомым. А вот эти игрушки просто лежат. Хочешь подарить? Он такой крутой. Забирай. Правда? Правда. Ну, они просто лежат. Ребят, мне подарили сейчас мишку. Гамбиты подарили мишку вертиспальню. Так, ну что, осталось от нас спальня? Самая знаковая комната осталась. Это игровая и там же спальня. Да? Да. Абай, да, спитом? Абай там спит, да. Так, поднимаемся уже на третий этаж. И тут нас должна встречать самая популярная картинка на вебках. Вау, как классный постер. Да. А кто это подготовил? ESL? Нет, по-моему, это мы делали. Да, это наша разработка. Слушай, наверное, все-таки возраст, вот видишь, фанк. Нет, все-таки топ-1, да. Жизнь семейная. Да, топ-1 Абай, второе, получается, Винтерс, третье, Серега. И последнее, это получается, Широ, плюс... Нафаня. Нафаня. Вот, Хоббит, респект. Так, ну а сейчас самое интересное, это игровая зона. И здесь нас встречают такие вот постеры. Давай проведем экскурсию по тому, какие девайсы у каждого игрока. Ну, Серега, я целый на это вычил. Питерские. Питерские девайсы. Питерские девайсы. Ты это все с собой брал или здесь уже все новое взял? С собой я навожу все время. Так, это все получается питерское. Ну да. HyperX, HyperX клавиатуры, HyperX наушники, клауда вторые? Да. Мышка Zowie, EC2. E-Razer коврик, все разное у тебя по сути. Монитор у тебя Zowie 2546, да? Ну, это хоть на И, да. Так, ты сейчас, честно скажу, тренируешься под записью? Ну, в плане, чтобы это было... Сейчас я в данный момент зашел, да, но я иногда тоже захожу. Да? Я вижу, что вы заходите на Собиршок, но не на DM. Всякие, на Сёрфер, на Бхопе. На Ритейке, да. Причем у меня был день рождения, и мне девушка подарила ежика. Вот, и его зовут Алям. Алям? Алям. 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 А почему? Что это значит? Ничего не значит. Просто слово хребетное. Ценник девайсов Axel у вас на экране. Посмотрим, у кого самые дорогие. Да никак особо. На самом деле, для всего время можно найти, если постараться. Нормально все. Все нормально. Ну, как-то получается совмещать. Да, там, в принципе, все хорошо. Единственное, что иногда просто времени там не хватает. Ну, там, хочется больше времени провести, но турнир или еще что-нибудь. Вот, а так, в принципе, все нормально. Справляюсь. Ну, меньше времени семей провожу, а так все нормально. Это бред. Ну, потому что, в первую очередь, про Синалу самому должно быть известно, что ему лучше, что нет. Для этого и берутся сильные кадры, ну, в команду. Ну, я к этому отношусь нейтрально. Ну, типа, если они рассчитываются под результат, естественно, это нормально. Для меня. Ну, мне кажется, это не особо, не особо правильно, не особо тактично, как-то неудобно немного. Ну, конечно, если что-то случается серьезное, то лучше организации знать, то, что какие-то эмоциональные проблемы могут быть, все такое. Ну, я даже не знаю. Я, кстати, такого не слышал. Ну, я думаю, это нормально, когда все друг друга знают. И, в принципе, ну, не прямо там в подробности, в понятное дело. Но я думаю, что это здорово, когда все так, как семья, может быть, узнают друг друга. Не знаю, думаю, ну, так не должно быть. Руководство не должно знать. Ну, и не обязательно. Если игроки сами делятся, то нормально. Ну, у Астралис именно. Я не знаю, у них руководство. Я, ну, в подробности не вдавался, но это неправильно, я считаю. Хаппер Икс? О, нет, не Хаппер Икс. Экстрифай. Это эксклюзивные девайсы, которых нет в России. Шведский производитель. Да, да, да. Экстрифай. Тебе не нравится, потому что... Мне Абай посоветовал, когда кто-то к нам в команду пришел. Я... Так, ну, он снова тренируется на Сабишоке, ребята. Конечно. Конечно. Я не просил. Так. Получается. Тоже. А не те же, да, экраны? Да, у нас один Акросер. Так, коврик у тебя Зови. Да. И мышка. Зиген. НП-01. Что? Это новое, типа, от сотрудников Зовера. У тебя сейчас кресло отличается от всех. Да. Почему именно так? Потому что, когда я начинаю спрейдить, у меня локоть ударяется об стул, и у меня АИМ плохой становится. Вау. Поэтому, альтернатива, пока удобно. Так, окей, ну, пока что, предположительно, у тебя самый дорогий девайс. И наушники Алуда 2, да? Да. Окей. Так, ну что ж, сейчас посмотрим. Калайтура вармела или что это? Нет, это Daki. А Daki, HyperX Daki? Daki One, FGP, такая, вайп. Ага. Ну, мышка, как у Димы. Зиген, вакси. Функтанулили. И наушники HyperX Alpha. Ну, и здесь коврик HyperX плюс держатели, плюс держатель Zover. Окей. Ну, нет, не особо много трачу. В основном все уходит на, там, одежду и еду, там, такси. И особо больше ни на что не трачу. Ну, там, какие-нибудь, может, просто там, развлечения. Вот, а особо так больше ни на что не трачу. В основном откладываю. Ну, я особо так не трачу. Если так подумать. Ну, я только купил PlayStation 5 из самого дорогого. И, в принципе, все. А так я просто коплю на квартиру. В Москву или в Питере. Ну, я в основном пытаюсь копить деньги. Хочу себе квартиру купить когда-нибудь. Мечта такая. А так, в основном, у меня траты на переводы, там, маме, семье, кому-то. Вот так. У меня два бизнеса недвижимости есть. Там, родителям квартиру обновил. Вот только в этих направлениях. Там что-то себе купить дорогое я пока еще нет. Ну, я имею в виду, у меня нет пока, там, своей личной квартиры, которую я хочу. Вот сейчас я на этой цели. Ну, я поставил себе эту цель. И сейчас я, грубо говоря, тоже уже хочу купить себе квартиру. Ну, скажи про эти два бизнеса. Первый бизнес – это кофейня. Это кофейный островок. Это такой пробный бизнес с другом. Вот. Второй бизнес – это киберлаунж. Ну, там компьютернг-клуб, там кальян, там и можно посмотреть игры, трансляции. Там и как раз кофейня внутри. Я больше храню. Я для себя выбрал такую цель. Я себе большую часть денег от зарплаты откладываю, от турнира, соответственно. Меньше я могу потратить на какие-то вещи. Ну, карта не особо лично мне нравилась. Но Ancient я играл только, когда миссии в операции делаю. И мне показалось, карта какая-то не особо competitive. Мне кажется, ее будут обновлять, и тогда будет все прикольно там. Но я вот вчера говорил пацанам, мне в твиттере отметили, какой-то чувак видео про меня взял. Оказывается, в мире самый большой рейтинг по статистике у меня на трене. То есть я лучший игрок по статистике на трене. Да, я такой думаю, блин, вот это потеря, конечно. Все, минус ходит. Не, на самом деле, я так подумал, ну, скучно. Ну, смотри, Nuke мне бесит карта реально. Ее надо убирать и трейн, и инферно. Реально, три карты, которые терпеть сейчас не могу. Ну, мне кажется, это связано с тем, что у меня, ну, что там интересно происходит, что нового. Ну, все одно и то же. Битва за банан, ты выиграл банан, выиграл игру. На трене все раунды выходят на бейсет. Ну, типа, бей легко выходить. И мне не нравится эта карта, в принципе, она не подкована тактически. Вот. Это три карты, которые я бы убрал. Трэн минус ушел. Nuke говорят, ну, будет изменение, правильно? Ну, и инферно, битва за банан. Я просто сам на банане играю, мне не нравится это все. Ну, это, конечно, очень интересное решение от Valve, я считаю. Вот. Ну, я Ancient вообще раза там три играл, когда миссию проходил. Вот. Ну, трейн мне не особо, на самом деле, не нравился. Вот. Ну, посмотрим, что будет интересно, на самом деле. Когда что-то новое, то всегда это, так сказать, челлендж для всех. И посмотрим. Ну, для меня лично, я думаю, что это не очень. Потому что карта не та, которую нужно было убирать. Я думаю, Mirage, вот если бы убрали, было бы неплохо. Но, я думаю, мы будем играть новую карту и будем тренировать ее. Прикольно. Ну, типа, новая карта. Мне нравятся новые карты. А не обидно за трен? Да нет. Ну, типа, убрали и убрали, пофигу. Нафанни, проведешь экскурсию по своим девайсам? Значит, это вармилка. С модель самого не помню. По-моему, Benji Noter, что-то такое. Классная клава. Только единственное, что мне shift не очень нравится, потому что он длинный. И у меня специфически, специфично, короче, нажимаю на кнопки, поэтому у меня иногда он отжимается. Вот. Но сама клау очень клевая. Были уже проблемы в матче, когда... Ну, бывает, типа, я на shift или на контрре ползую. И у меня из-за того, что я нажимаю, типа, прям на самый край, типа, кнопка, она здесь. У меня бывает отжимается, да. И неприятные ситуации возникают. Но в официалке пока такого не было. Так, беспроводная. Две беспроводные мышки на всю команду. Razer. На Razer. Это что? Это... Ну, на самом деле, короче, у Logitech просто... Если вам обае мышку, например, взять... Абай, дай мышь на секунду. Короче, у Logitech есть проблема. Ох, блядь. Короче... Ты кайтера, Ложитая. У меня хват просто очень своеобразный. Я держу палец здесь. Если сильно здесь нажимать, то продавливается мышь. И бывает дабл-клик, или за это. Поэтому я тестил G-Pro, мне им просто взять не почитают. А Viper, типа, но он по факту... Ну, мне очень комфортно на нем играть. Я на нем играю, наверное, уже где-то полгода. Коврик Logitech и наушники HyperX Alpha S. Так, ну, понятное дело, что на FANI здесь точно рекордсмен по цене за девайсы. У тебя всегда был фетиш? У тебя всегда был фетиш на этом? Да нет, я просто тестил разные вещи. Мне просто вот конкретно эти девайсы понравились. И все, я особо не смотрю на ценники, когда я что-то беру. Так, здесь у нас в сети девайсы, которые были в Питере. Нет, ну, коврик точно остался. Коврик точно остался. Ты новый купил, F5. Да, абсолютно, да. Слова, если что, сейчас будут Хоббитом из интервью год назад. Коврик у нас SteelSeries. Всегда. Всегда. Всегда, никогда не меняю. А, ты покупаешь новый каждый раз, да? Всегда новый. Так, сколько раз ты его купил уже после того интервью? Где-то это третий, наверное. Офигеть. Я нереально... Я вот сейчас поменять собирается. Уже свежий. А куда ты деваешь? Нет, вот видишь? Вот эта сторона, она... А, да, вот игровая, игровая, да. Да, быстрее. Ой, медленнее, короче. Тригер, чем, например, здесь уже. Угу. Вот, можно перевернуть. Это у тебя разве было так? Нет. Да, ты снял кнопки, чтобы не тыкать по ним? Нет, это вообще не так. А, потерял просто? Он мне, значит, сейчас просто начал ковырять. У него пальчики маленькие, же, понял? Она как-то засовывает, как-то вытаскивает, короче. Угу. Такие выдела. А, ну и клавиатура. Почему? Она слишком, слишком длинная. Мне нравится. Я, наоборот, не могу на коротких, понял? Угу. У меня, короче, типа, я по фэншуюсь уже, типа, я вот так ставлю паузу, чтобы она ударялась, ударялась об коврик, угол. Угу. Если будет короткая, то она будет вот так, правильно? Да. Тогда я не могу понять, как я сижу. Угу. Угу. Я понимаю, как я сижу, когда ударяю об коврик. С разрешением играю, потому что я много разных тестил, и мне больше всего именно картинка понравилась на этом. Стреляю неплохо на этом разрешении. А прицел у меня уже давно свой. Ну, я супердавно его поставил, даже не помню, каким образом я его выбрал. Иногда тещу какие-то, там, у конкретных про-игроков крышу, так сказать, прицелы, но редко. По разрешению у меня блэкбары, 1280 на 960. Ну, это связано с тем, что раньше у меня был квадратный моник, я играл в 1.6, ну, и это как-то просто с привычкой пошло. Вот. То есть, в таком, в квадратном, в квадратной картинке играть. А прицел я как-то давно зашел на вот эту карту, где можно менять прицелы, и там все прицелы про игроков и так далее. Вот. И там я просто как-то нажал на чьи-то прицелы, и там уже под себя его как-то там настроил. В общем, так и получилось. И больше я особо не менял, только гэп вроде менял, и все. А сейчас я вообще настройки почти не меняю, поэтому я там не слежу особо за чужими конфигами и так далее. Ну ладно, скажите честно. Короче, Gambit когда пришел, я менял нас, ну, играл на своем 1680, в который ты приходил, ну, я тебе показывал. Ну, что-то не то. У меня не прям шло. И плюс вот это давление, стресс, то, что как-то со стороны все как-то скаплю, мне плохо было, как тяжело шло. Потом я что-то сижу, смотрю, как Call Zero там играет, как он уничтожал нас со времен Gambit, там, когда мы старый Gambit. Я говорю, что я его настройки просто не скопирую и не вставлю. Я же люблю Call Zero, и стиль мне его подходит. Ну, естественно, я фанат Гитрайта, это факт. И вот Гитрайт играет на 1280, и Call Zero я такой, все, я точно буду вставить от разрешения, и мне безравенство, я просто привыкну. А по прицелу, просто Call Zero на прицел поставил, и имя как-то пошло. И все. У меня сейчас разрешение 1280 на 960 стретч. Ну, как-то я не знаю, на каком пойдет, я просто тщу, смотрю, если, например, условно говоря, я неделю хорошо поиграл в тренировку, то оставляю все. А так часто меня, потому что как-то надоедает, что ли, как-то что-то новое ставишь, как-то интереснее сразу играть. Разрешение я просто, ну, ДВАС был самым стабильным игроком в течение там пяти лет, да, условно говоря. Я взял у него настройки, и раньше следил за Джеймом, ну, прям много следил, и взял у Джейма настройки и играл с ними. Ну, конфиг у меня свой, я там абдоктировал, и нормально. Прицел я меняю, но у меня нечасто один. А как это работает? Когда ты захочешь поменять? Вот когда чувствую, что я уже не вижу, как бы, не фокус не ловлю на прицеле, то меняю. Там цвета, размер, ну, и все в этом роде. Да я думаю, нет, это все индивидуально. Кто с чем играет, тот, ну, кто с чем хочет, тот система играет. Нет, думаю, нет, нет. Ну, мне кажется, что нет, потому что для каждого свое. Да и особо игра так, ну, хотя он немного зависит от разрешения, но я думаю, прям метовая, что нет такого. Я думаю, есть. Я не знаю, с чем это связано, но все лучшие игроки мира были на 1280. И сейчас какая-то мета пошла, где стрелки играют на Full HD. Я не знаю, с чем это связано. Просто я не знаю, с чем это связано, но мне кажется, есть такое понятие. Вот когда-то было мета 1024 Black Bars, да? Потом 1280 Stretcher. 1280 Stretcher по сей день, ну, типа, актуально. Сейчас опять где-то 1024 Black Bars и Full HD, вот я говорил. Ну, мне кажется, особо нет такого понятия просто раньше. Почему-то все играли на Black Bars, потому что в другие версии тоже играли Black Bars. В том поняли то, что можно играть на Stretcher, ты как-то там попроще. Который час? У вас у всех у Shift-Tab выключен? У меня просто через F5. Почему это мешает? Часто, да, нажимается? Конечно. Один лайк, который ты можешь посоветовать, ну, как к слову с Shift-Tab-ом? Ну, с Shift-Tab-ом это точно, потому что на Shift-Tab-ом ходишь и, например, хочешь на RedTap на тяру и выскакивает Overlay. А, например, с нападом удобно можно бы инвестировать. Вообще без проблем. У меня вот здесь закупка на гранаты. Ну и, ладно, еще один лайфхак. Ставьте там дымовую гранату, например, на какую-нибудь букву или волик тоже, чтобы не нажимать 4 раза 3. Нереальный лайфхак сирый. Нереальный сирый. Так, у меня лайфхаков нет, к сожалению. Я обычная рыботяга. Но у меня нет ничего. У меня только джам-троу есть. А как чистить карту от крови? А, как чистить карту от крови? А, кстати, да. У меня, когда я стреляю, ну, у меня сразу чистится кровь, типа. А на какой кнопке? А, на выстреле? Да, да. Ну, гений еще один. Вот еще один лайфхак. Видите? Слушай, у вас сейчас будут праки. Как вы будете тренироваться? То есть, чтобы не мясом быть? Что вы должны сделать? Ну, DM там. Я DM не играю. Мы играем специальную карту, не можем озвучивать. Казгу хап? Не-не-не, там секретная. А, все. Я наслышал про эту карту. Ну, я обычно всегда играю. Я мало очень DM игра. И смотрю DM-ки там, если есть вариант. Они играют, если что, карту плач и от себя шута. Вот, когда можно повторить момент про игрока неправильно. Если что, вы можете повторить момент симпла, прыгнуть в себя с кэш и убить двоих. Ссылка будет в описании на эту карту. Вот демонстрация. Вы же про нее, да? Да, конечно. Отлично. Ну, как я только пришел, я уже увидел потенциал. Я сейчас скажу, я так, ну, со стороны не знал же парней. Я знал, что они играют, вот играют. Ну, хорошо играют. И как-то я же не коммуницировал с ними. Я не слышал, как они разговаривают, как они ведут себя в игре. И когда я пришел в команду, я увидел, это я понял, мне им надо многому научиться, чтобы догнать их. Там понятно, что у меня есть скилл, понимание, но в таких моментах, как дисциплина, профессионализм, да, там, как правильно разговаривать, инфу давай, они меня многому научили. И поэтому я тогда уже понял, что я дам им то, что у меня есть, а они мне дадут то, что они вот натренировались за это время, статкнется и будет что-то прикольное. Да нет какого-то такого осознания, просто играем и играем. Я особо не запариваюсь по поводу рейтинга. Ну, честно, после Катовицы, когда мы выиграли, я всегда хотел, чтобы моя команда именно, мы были лучшими в игре. И когда мы выиграли Катовицу, я понял, что вот сейчас мы можем там еще стабильно выступать на продолжительные времени. Поэтому сейчас это круто. У меня лично это было, когда мы выиграли Херойков на квалах к Бласту, потому что получается то, что мы всех выиграли из всех команды. Ну, так, постепенно, не знаю, не сразу даже. Даже до сих пор как-то ощущения странные, вот. Но непривычно, в общем, видеть себя на первом месте в плане, вот. Ну, в общем, постепенно, ну, не знаю, месяц, я думаю, точно и все нормально. Ну, я думаю, нам будет сложно в плане того, что у нас будет, наверное, какая-то нестабильность на выступлении на турнирах именно. Но в течение там трех ланов, я думаю, мы будем такой же уровень игры показывать. Но посмотрим. Ну, не думаю, что прям хуже. Ну, по факту, если смотреть, у нас до этого, когда мы играли еще супер, особо результаты не отличались на ланах и в онлайне. И учитывая то, что у нас пошел рост в онлайне, я думаю, на ланах мы будем играть точно лучше. Думаю, будем больше нервничать. Ну, и остальные команды будут тоже нервничать, посмотрим. Там будет, скорее всего, решать, кто более спокойный, кто более уверенный в себе. Ну, честно, может быть, мы будем немного больше волноваться в играх, ну, и играть там не свою игру или что-нибудь типа такого из-за волнения. Но я думаю, у всех будет ресет, так сказать, потому что у всех давно не было ланов и, в принципе, все будут приблизительно на одинаковом уровне. Ну, я, опять же, я никогда с ребятами на лане не успал, но я считаю, что мы на лане в какой-то степени, знаешь, ну, на 50%. Конечно, это не сцены, это не люди, это не давление, то, что ты летел там 10 часов и вот проиграет за два часа. Ну, это, конечно, я не знаю, как ребята перенесут, но зная их сейчас, пару турниров. Если мы первый не стрельнем, второй точно будет лучше. Если второй не стрельнем, ну, не выиграем, то есть, то третий мы точно должны будем забирать. То есть, ну, как минимум, финал выходить. Ну, бинды на гранаты, как сервис сказал, чтобы сразу гранаты заставать на свечи, и на руки берется, чтобы тебя не закрывало обзор, какая-то рука, когда ты что-то делаешь. И на радар там бинды. Вот, этого интереснее. Чтобы проще было с пакетом разобраться в проходе, чтобы видеть, где твои челы подальше, поближе. Все. Угу. Хорошо. Получается, каждый дублирует чужие и дополняет свой. Прикольно. Короче, у меня есть волшебный бинт, вот на эти две клавиши. Один бинт, это вот такой. Смотрим, вся. Ты отправляешь медвежон туда? Да, самый полезный бинт на свете. И один вот такой. Самый полезный. Так, окей, в каких случаях отправляешь первую? Который медвежонок? Да. Тогда зарезал кого-то. Да. А вот этот, это когда человек своего тиммейта убил, можно вот этот отправить. Самый полезный. Это, короче, дизморальный оппонент. Это стратегический смайлик, стратегический. Вот. Потом, значит, еще есть лайфхак. Еще один очень-очень важный лайфхак. Короче, смотрите, да? Все уже сказали, что нужны бинты на гранаты, да? Но никто не сказал, что нужно заамбиндить клавишу, чтобы писать в общий чат. Вот. Нужно ее амбиндить. Почему? Потому что ты можешь в чат написать. Гоми. А ты написал в общий, и все обосрались. Завали. Пиздец. Почему везде хейтеры? Я не понимаю. Пиздец. Везде хейтеры. Выиграли нами. Пиздец. Везде хейтеры. Я в тильте. Я просто в тильте. Ну, реально. Да я не знаю. Я без лайфхаков живу, оказывается. Ты с Казахстана, бро. Это уже лайфхак. Ну, короче, есть лайфхак. Это вот поиграть в Сибирь Шотт-сервер. Да нет, ну, Би Хоббик поиграет, реально. Я типа, для меня важно, чтобы левая рука у меня согрелась, а не про правую. Чего здесь? Ну, два пальца работает. А левая, вот, считай, ну, все пальцы. Иногда бывает, что рука, наверное, деревянная. Особенно у меня руки холодные. И типа, нормально доходит. Все. Хорошо. Ну, если честно, мой лучший хоббик, о чем я думаю, очень много. Это, ну, давай не будем говорить об игре. Потому что это всем понятно, то, что Контрасовер, как я люблю, все дела. Ну, после этого, ну, естественно, семья, но это не хобби. Семья, это как дышать, знаешь, это должно быть. Я очень часто, честно, заморачиваюсь на вопросах, связанных с финансами. Потому что у меня сейчас мечты свои есть. Я там в Америке побывал, когда пожил. Я как-то, ну, там был в Принцентском университете, в MIT в Гарварде был. И как-то я проникся этой атмосферой и такой, а вот сейчас у меня дочь. Я такой думаю, я хочу, чтобы дочь училась где-то там. А это, ну, это деньги. И, в принципе, сейчас, ну, деньги многие вопросы решают. Поэтому мне сейчас нужно не только думать о успехах, о том, чтобы быть там легендой, да, истории. Но и все-таки, оказывается, о финансах нужно думать тоже не меньше. Не, я как Флэмми, у меня нет никаких хобби. Вот эта вот грустная музыка на фоне и все. И смотрю иногда фильмы, сериалы, играю в Counter-Strike. Да, просто стараюсь как-то развиваться там, всевсторонне и все. Ну, пытаюсь читать, иногда спортом заниматься, что-то новое. Для себя узнавать там. Думаю, куда может деньги вложить там и так далее. Ну, раньше-то были танцы, а сейчас, я думаю, спорт, наверное. Какой танец? Хип-хопом я занимался. Именно хобби? Ну, раньше играл баскетбол. Ну, не так, чтобы сильно, но играл. А сейчас, ну, планирую бегать начать и все, если такого больше нет. Посредством просмотра демок или же на тренировках, когда играешь против команд, тоже там видишь что-нибудь люди делают, и ты как-то от этого, может, даже свое что-то придумываешь, там, ну, что-то заметил и как-то это преобразовал подходящее под себя и, ну, в общем, появляется что-то новое. Ну, вдохновение зависит. Я, например, ну, часто каждый день что-то могу новое придумывать в связи с тем, что я там сплю, мне скучно, я сейчас левые игры не играю, ну, в потусторонние, я как-то завязал с этим, я как-то легче читал, когда я перестал играть. И вот так думаю, а что бы добавить? Вот так прикидываю теоретически там картину, визуализирую как-то, как это будет происходить, такое, ага, прикольно. Прихожу, рассказываю, пацаны там фиксируют, ну, фиксят, фиксируем, пробуем, работает, делаем. Там приходит аналитик там с тренером. О, вот такая тема, типа, ну, они там гранаты придумывают. Давайте сделаем, ну, вот мы сделали недавно на турнире, очень круто. Там Дима увидит, там Дима у нас демки много смотрит широ. Нет, такой, вчера увидел у Хероя, там, такую классную фишку, давайте попробуем, давай. Ему так каждый день стараемся обновляться. Ну, он последнюю игру вообще прям хорошо играл. Я считаю, что он, ну, как минимум уже талант есть, правильно? Раз он показал, что может. Просто у него какие-то, видимо, ментальные какие-то барьеры есть, психологические какие-то блоки, которые ему нужно пофиксить. И он будет супертоповым, ну, игроком, потому что, ну, потенциал уже очевиден. Супра индивидуально суперсильный чел. Ну, типа, наверное, ну, один из самых сильнейших вообще, которых я знаю, именно если брать индивидуалку. Но он очень... У него есть тараканы, я скажу так. Если он с ними справится, то он будет очень сильный игрок. Супра хороший человек в жизни, очень веселый, позитивный. Сам был у нас такой активный. С ним можно было всегда вне игры время провести хорошо. И он лучше всех стрелял из нас, двигался. Ну, то есть, очень четкие движения у него были, очень хорошо стрелял. Ну, хорошо играть с собой. Супра, Супра хороший игрок, у него сильный АИН. Но ему нужно, мне кажется, работать над ментальным составляющим. Потому что, в общем, да. И тогда, я думаю, ну, нужно, в общем, копаться в себе, мне кажется. И находить вот какой-то, не знаю, баланс, может быть. Хороший игрок, просто так получилось, что из-за коронавируса и неудовлетворительных выступлений на РМРе, на прошлых турнирах, вот так получилось, что его убрали. Лучший игрок, по твоему мнению? Симпл. Симпл. Саша Симпл. Симпл. Так, вопрос. Здесь у нас сколько квадратов? 450 в каждом году. И сколько стоит здесь месяц? Суммарно вместе с коммуналкой и с арендой будет полмиллиона вместе. На два дома. Сколько вы еще будете на буткемпе? Вечность. Хочешь домой? Да. Отпустите, пожалуйста. Уже скоро, скоро осталось. Если что, год назад мы снимали интервью с Хоббитом, и там было такое вот в конце задание. Если Хоббит выиграет мажор, он в конце, когда выйдет на сцену, скажет, что он тренировался на сопер-шоке. Поэтому и выиграл. Вот такие вот дела. Ты это не забыл? Нет. Не забыл. Если что, мы это обсуждали, когда он еще играл в инстрайке. Что ты будешь сейчас на строчке топ-1. Ну, правда, но это было не... Это коэффициент, наверное, 15 был. Больше. Больше. Но это, правда, реально выстрел. Не, коэффициент на провал был 1 и 1. Да. Но, по сути, вы сейчас реально выиграли чемпионат мира, чемпионат мира, потому что там все были команды. В принципе, да. Но это, конечно, не мажор, но близко. Очень близко. Это из самых исторических кубков. Просто мажор — это статус конкретный. Да, да. Котовица, она, наверное, точно чемпионат. Нет, не меньше, да. Абай хотел закричать, когда вы выиграли, да, Котовица? Голу позже пришло почему-то. Но, по идее, оно того стоило. А у тебя было интервью? Нет. А как ты хотел закричать? Вот именно. У него на самом деле, его эмоции очень сильно запряснули. То есть там, вряд ли, что ты вообще помнил. Ну, по сути, на этом можно заканчивать. Такой вот получился ролик с буткемпа Gambit. Надеюсь, бы вам было интересно. Мне было максимально интересно. Это реально было круто. Поэтому спасибо. Круто, если понравилось. Мы поиграем. Как у нас? Очень сильно. Исторический буткемп, получается.